Кадровые перестановки. Полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе назначен Николай Цуканов. Природный пожар. Жители Нельминоса потушили возгорание тундры в районе Голодной Губы. Вышли на финишную прямую. Учреждения образования заканчивают работы по подготовке к новому учебному году. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Булавина от должности полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Одновременно подписан указ о назначении полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова, ранее занимавшего пост губернатора Калининградской области. Кроме того, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Владимира Булавина руководителем федеральной таможенной службы. Напомню, Владимир Булавин стал полпредом президента в марте 2013 года. За это время он неоднократно посещал Ненинский округ с рабочими визитами с целью контроля за исполнением майских указов президента. На Ямале продолжает действовать карантин, введенный в связи с гибелью оленей от сибирской язвы. Уже сегодня падеж удалось остановить благодаря срочно начатой вакцинации здоровых оленей и лечения больных. Всего в регионе погибло более полутора тысяч животных, сообщает пресс-служба губернатора Ямала-Ненецкого округа. Из очагов заболевания эвакуированы все семьи оленеводов. Проводится профилактическое лечение антибиотиками. Всего предупредительную терапию проходит 151 человек. Как отметили в департаменте здравоохранения Ямала, в настоящее время определяется круг лиц, которые будут массово прививаться вакциной от сибирской язвы. В национальный календарь прививок эта прививка не входит. Отмечу, что вспышка сибирской язвы на Ямале зафиксирована впервые за 75 лет. Одной из причин активизации сибирской язвы стала аномально высокая температура воздуха до 38 градусов выше нуля. Превентивные меры по предупреждению подобных случаев в Ненинском округе уже предприняты. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных обработали 93 тысячи оленей вакциной от сибирской язвы, что составляет 91% от плана. Кроме того, будут обследованы места, где около 100 лет назад в НАУ были зафиксированы вспышки сибирской язвы. По словам специалистов, жизнеспособность возбудителя может составлять больше столетия. Первые отборы бробы почв со склотомогильников будут взяты в конце июля. Жители Нельминоса потушили природный пожар. В среду, 27 июля, в районе Голодной Губы загорелась тундра. Увидев дым, местные жители выехали в эпицентр возгорания. По словам главы Малоземельского сельсовета Михаила Талеева, огнем было охвачено порядка 10 тысяч квадратных метров. Подробности руководитель муниципалитета рассказал нашему телеканалу по телефону из Нельминоса. Горела тундра, огонь был большой и горело примерно один гектар тундры. И тушить было проблемно, потому что там трофяник, горит торф и до сих пор он дымит. С полдвенадцатого мы уехали, вернулись где-то ближе к часам восьми вечера. И все это время тушили. Значит, тушили помпой, тянули рукава, также тушили лопатами, ведрами, ранцами. И ветер мешал, огонь шел в сторону ветра. Тундра сухая и горела очень быстро. И хорошо, мы выехали быстро и успели. Если бы еще опоздать минут на 10, на 20, все уже, огонь бы перебежал уже через овраг. И не догнать было бы огня. В тушении пожара принимали участие семь нельменьчан, в том числе и глава муниципалитета. Быстро среагировали и сотрудники МЧС. На место пожара прибыли три спасателя. По словам главы муниципалитета, скорее всего, пожар возник по вине людей. Причиной мог стать непотушенный костер. Сегодня днем местные жители снова отправились в голодную губу тушить до сих пор дымящие торфянники. Вышли на финишную прямую. Учреждения образования заканчивают работы по подготовке к новому учебному году. С 1 августа в регионе начнет работу межведомственная комиссия по приемке школ, детских садов и среднеспециальных учебных заведений. О промежуточных итогах подготовки в студии телеканала «Север» рассказала руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Галина Медведева. Участвовать в проверке будут представители Роспотребнадзора, Госпожарнадзора, Управления МВД России по НАУ, руководители структурных подразделений профильного окружного департамента, руководители учреждений и главы муниципальных образований. Это будут выездные комиссии по округу, это непосредственно в городе. Все учреждения, которые связаны с образованием, в том числе и ДОП-образованием, они подвержены этой комиссии. Как показывает текущее выездное инспектирование, все работы проходят в соответствии с графиком и полностью будут завершены в августе. На сегодняшний день до 1 августа, вот так как идет ремонт, должны успеть. Там, где были крупные ремонты, порядка 44 миллионов у нас на текущие ремонты в этом году делаем. Это и город, это и села. Смотрим, смотрим, отслеживаем, начинаем проверять, как начали ремонты, как они идут. Сразу же фактически в июле мы объехали фактически все учреждения дошкольные, школы. Посмотрели, как идут ремонты. Ну и сейчас смотрим завершение. В принципе, подрядчики пока обещают все завершить. Вроде бы все работают, будем надеяться. В ходе обследования зданий комиссия также проверит документы учреждений и оценит работу по устранению замечаний надзорных органов. В соответствии с утвержденным в Миноборнауке графиком, комиссия будет оценивать готовность учреждений до 20 августа. Итоговые акты должны быть направлены в окружной департамент уже к 18 августа. Всего за летний период текущий ремонт организован в 82 учреждениях, ведущих образовательную деятельность на территории округа. Это детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и среднеспециальные учебные заведения. В 2016 году на эти цели из окружного бюджета будет потрачено 44 миллиона рублей. В том числе 17 миллионов на ремонт школ, 23 миллиона детских садов, 3 миллиона на ремонт учреждений среднего профобразования. Оружие, гранаты и вещества растительного происхождения. Сотрудники полиции обнаружили тайник с опасными предметами и веществами. Телеканал «Север» продолжает серию репортажей из населенных пунктов Ненецкого округа. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Оксино. Село сыграло значительную роль в жизни округа, так как именно здесь с момента образования региона располагались все важнейшие учреждения, которые в дальнейшем были переведены в Нарьинмар. Как сегодня живет одно из старейших сел округа, расскажет Любовь Пермякова. В 40 километрах от города Нарьинмара находится одно из самых старых в Ненецком автономном округе сел Оксино. Первые упоминания о нем встречаются еще в 1574 году. На тот момент село представляло собой небольшую территорию, жители которого занимались рыбными и прочими промыслами. Но время шло, поселение развивалось. В настоящее время Оксино – это центр муниципального образования Пустозерский сельсовет Ненецкого автономного округа, в который входят еще деревня Каменка и поселок Хангурей. Всего на территории муниципального образования проживает более 400 человек. Руководит Пустозерским сельсоветом с 2013 года Сергей Александрович Задорин. Он для нас провел экскурсию по селу. Чистые улочки, цветочные клумбы, ухоженные дома, гордый сельчан, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта и современными тренажерами. Комплекс уже функционирует. Как жители восприняли открытие этого здания? На ура! Как раз мы, когда был день открытых дверей, собралось очень много народу, переполнено все здесь. Мы с Людмилой Юрьевной здесь, с хозяиновой, открыли речь свою, сказали именно о тех людях, кто начинал строить. Именно были громаднейшие работы. Это 33 тысячи тонн только завезли песка с сухой печуры для того, чтобы отсыпать. Стоимость сооружения 46 миллионов. Это же громадные суммы. Они оправданы? Я думаю, что оправданы. Почему? Потому что за тот период, который я наблюдаю, я практически каждый день ходил, тренировался, вспоминал, как настольный теннис играл. Постоянно здесь народ, волейбол от мала до велика. В день, по словам Сергея Александровича, ФОК посещает до 60 человек. Нареканий по строительству компании-подрядчику «Строуниверсал», которая возводила ФОК, у администрации и жителей нет. Одна из проблем жителей села Оксина и моя лично, и моих детей, это проблема ФОКа нашего, так как его официально уже открыли, но он полноценно не работает. Нет, естественно, тренеров, которые могли бы тренировать наших детей, чему-то обучать. По словам местных жителей, желающих прийти работать в новое здание много. Пока на весь оздоровительный комплекс приходится один специалист, совмещающий несколько должностей. По информации Департамента образования, культуры и спорта Нинецко-автономного округа, беспокойства жителей Оксина напрасны. К новому учебному году, совместно с Ледовым дворцом спорта «Труд», именно в его ведомстве находится комплекс, штат сотрудников будет утвержден. После всех строительных доработок планируется утвердить штаты нового музейно-библиотечного комплекса. Это трехэтажное здание в стиле избы XIX века. И тогда у сельчан появятся новые вакантные места. Вообще, ксенчане жизнью в селе довольны. С каждым годом быт сельчан улучшается. В прошлом году были отремонтированы два многоквартирных жилых дома. Там поменяли крышу, утеплили полы, обшили сайдинга. Всю зиму у нас была такая теплень, так у нас даже окна мы не закрывали. Так было тепло, хорошо. Тепло в доме Трифен и Федоровны обеспечивают не только стены, но и котельная. Это одна из котельных, которая принадлежит Севержилком сервису. В прошлом году предприятием была проведена модернизация. Были заменены два котла на один большей производительностью. Зима показала, что именно данные действия перевели к тому, что в домах уютно, тепло, хорошо. О домах заботятся и сами ксенчане. Красят, белят, украшают. При усадебной участке – гордость жильцов. Летняя сказка, так можно сказать про огород Валентина Акимовна Поздеева. Чего тут только не растет. Огурцы, помидоры, петрушка, перец. А цветы – это особенная гордость хозяйки. Настурция, герань, ноготки. Каждое утро хозяева этого дома собираются за семейным столом. Попить чай и самовара. А внуки особенно рады клубничке. Чтобы порадовать близких людей такой красотой и обилием культурных растений, нужно приложить немало усилий. Каждый день справиться с большим объемом работы на участке Валентине Поздеевой помогает любовь к земле и своему делу. Каждый день приходится, да, работать? Ну а как же, надо же поклониться земле, любить ее, уважать. А если не пообщаться, так ничего же, расти не будет. А разговариваете, да, еще с землей? А как же, а как же. Вот ты каждый раз подходишь, вот как ребеночек, что вот ты расти, говорю, вот они не болеют, я уж помогаю, стараюсь. И южные растения всякие тут. Сказку-то надо ведь делать своими руками. Я как вспоминаю, чтобы рыбку поесть, без труда не выложишь рыбку из пруда. А чтобы молочко попить и картошку поесть, надо поработать. Вкусные и полезные растения на небольшом участке окружены особым дизайном огорода. Талант не только к выращиванию, но и к изготовлению всякого рода красивых изделий есть у всего семейства Поздеевых. Кроме статуэток и декоративных ансамблей есть особенные вещи. Любимый муж Валентины Акимовны сплел своими руками огромную корзину для цветочной клумбы. На будущий год у хозяйки дома и ее супруга уже много творческих планов. Главное, считает Валентина Акимовна, делать все с душой. Делают все с душой и соседи семи Поздеевых. Избушка Баба-Игии, искусственный пруд, волшебные феи украшают огород семьи Макаровых. Это семейное творчество из дерева и пеноплекса. А в огороде хозяиновых бьют фонтаны и благоухают цветочные арки. А, например, у семьи Богдановых, кроме клумб, есть вольеры для домашних животных. Живут сытно. Растущие аппетиты подопечных хозяйку семейства не пугает. В настоящее время питомцев в семье Богдановых более 15. Телят пять и корова, куры, гуси, два гуся. А кур я тех не знаю много. И там три кролика. Трудно ухаживать? Да не так, бывает, когда трудно. Ну так ничего, сносно. А кто помогает вам? Дети. Детей у Алексея Александровича тоже много. Семеро. Внуков 14. Свежее молочко, яйца, сметанки хватает не только многочисленному семейству. Когда на население ходят, когда приезжают в отпуск, люди берут то молоко, то просохлашивают. Когда сливки гоним. В будущем у семьи Богдановых появится возможность поставлять свои продукции на окружной сельхозрынок. Его планируют открыть в конце 2017 года в Наринмаре. Оживает село. Появляются новые перспективы и рабочие места. Построен и введен в эксплуатацию цех по переработке молока. В настоящее время на молочном производстве задействованы 22 рабочих. В планах превратить цех в крупнейший центр по производству молока. А это дополнительные рабочие места. В летний период работы хватает и на Синокосе. В дальнейшем планируется строительство двухэтажного магазина с парикмахерской и другими бытовыми услугами. Сваи уже забиты. Вот и Алексей Богданов, который уже более полувека живет в Оксино, задумывается над новыми перспективами. Открытием ИП. А хотели бы мы когда-нибудь уехать из Оксино? Куда? Ну, куда-нибудь здесь. Видите, как хорошо. Не было бы комаров, лучше было бы. А так хорошо здесь. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Опасный тайник. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота оружие, боеприпасы и вещество предположительно растительного происхождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Ненинскому округу. Пресс-служба УМВД России по Ненинскому округу опасных предметов и веществ была получена полицейскими в ходе расследования другого уголовного дела. В ходе оперативного сопровождения по уголовному делу была получена оперативная информация об нахождении на территории округа схрона взрывчатых веществ и наркотических веществ. Данная информация была проверена в ходе следственных действий, проведения следственных действий и нашла свое подтверждение. Было изъято из незаконного оборота вещество растительного происхождения в порядком 200 грамм, а также две гранаты и обрез гладкоствольного огнестрельного оружия 12-го калибра горизонтального и патроны к нему. Изъятые предметы направлены на исследование. Следствие продолжается. Праздничный перезвон колоколов доносится со всех уголков России. Миллионы православных сегодня празднуют День Крещения Руси. День Крещения Руси сегодня празднуют миллионы православных по всему миру. В нашей стране уже седьмой год это событие отмечается на государственном уровне. Во всех церквях, храмах и соборах прошли торжественные богослужения. В полдень в каждом из них звучали колокола. Звон объединил церкви и монастыри Украины, Белоруссии, Молдовы и других государств. На Ринмаре колокола прозвучали в Богоявленском соборе ровно в полдень по московскому времени. Один из самых больших колоколов России прозвучал в Крыму. Сегодня на территории Древнего Херсонеса, где в 988 году Древнерусское государство обрело православную веру, съехались тысячи паломников со всего мира. Считается, что на площади древнего города Херсонес больше тысячи лет назад крестили князя Владимира. Праздник День Крещения Руси, посвященный важному историческому моменту, существует в Российской Федерации уже 6 лет. Днем рождения праздника на государственном уровне стал первый день лета 2010 года. Дмитрий Медведев, тогда действующий президент страны, своим указом установил новую памятную дату – 28 июля – День Крещения Руси. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте, адрес циркосевер.ру. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...